закончилось приготовление нашей рыбки шеф-повар сидит вот это поглощатель еды сидит никита рыбка гречка салат шампань салат самый простой и самый лучший огурцы помидоры лук и авокадо очень вкусно получается и масло масло рыба обжаренная отдельно потом залита морковкой с луком и с чесноком и с лавровым перцем перри перри это самое тушеное вот такой у нас вкусный все нам приятного аппетита и посмотрим как все начиналось эти цветочки мне американская подруга моя кира подарила еще там с двумя подругами короче весенний букет лилии какие-то там желтенькие интересные цветочки ключи не знаю как они называются такие красивые что это за рыбка ничего себе никита видел как рот открывается моя самая любимая и заверливаешь когда у нее чистишь мясо прозрачное на солнце по кругу за него ставишь и видно как твоя рука проходит очень очень вкусно я бы ее на менял на форель одну вот такую рыбку на одну форель форели много и она не такая вкусная по сравнению с вот эта рыба соленая когда так а жарить мы будем эту солить и жарить мы будем на форель форель давай еще форельку покажи красавица красавица это красная прожилка у нее да это темный он у него башка пятна если в отличие от той сильно это скорее всего самец у него и цвет другой а по-английски как они называются по-американски шоу но ты должна видна что-то немножко смешанный потрат с чем-то какой страшный берем это дело уберем этот раздела вальщик рыб обычно башка открывается сразу на открутилась в этот раз это все дело вместе с башкой выкидываем раньше ели сейчас какой-то ужасный интересный момент как филе снимать сначала но я на лунтой покажу кусочек какой сочники кусочек сочники я их сразу порежу не буду раньше бы это не делать кусочки красивый а это чем это печень посоли свои спец соль сезон эти сезон сезон старая рыбешка это уже может быть самка и тут может быть икра сейчас проверим я самка чуне там зубы до где-то поймал эту рыбу скажи это я поймал по-моему на медиковой так волнительный момент с есть чуть ли не ниже сколько давай чашку вот она ничего себе икра так чашку а не надо сейчас ну вот тарелочек есть ты рыбка с икрой один раз я тоже тогда готовил уже с другой стороны тут побольше вроде нет просто другая форма у нас с двух сторон еще икра спелая икорочка спелая икра hoje соль просто соли засыпаю и мешая сахара да не сохранила хотя может быть вкус будет рыбочка как как филе делать в основном все начинают отсюда с горба и потом туда идут но я почему-то по-другому это делаю я короче начинаю отсюда всегда начинаем с этих так груди то по пять по шесть ребрышек и вот так вот их отделяю сначала вставляю и отделяю и отделяю как ты веришь кровь убрать ну вот эту можно было убрать это вся длину идет кровь под пленкой но так как я это самое филе снимаю то может быть она может и остаться вместе с костью уйдет простые конечно филейные мастера меня сейчас ругают делаю по-своему так вот так ты сам мастер сам филейный мастер и мастер вам мастеру сейчас буду тут вкусняшку за которую киргизии небо отец руки оторвал что я ее срезаю если приходится срезать то что приходится уже привычка что так вот я снимаю тут вот так вот хвост за который мне бы тоже отец по голове не погладил ну ладно вот так вот чикстан только все готово все филе снял классно две разных рыбы на тарелке и два разных цвета они разного пола разнополые вот это ярко-красный это самец первая рыба была вот это уже такая побледнее это вот эта самка с икрой которая была классно жарить начинаем ведь у нас шеф-повар спец по рыбе я раньше ее долго жарил сейчас нет только чуть-чуть подогреть ее и все что-то живет корме не доверяет жарить просто я вечно ее пережариваю ее нужно чуть-чуть так обжарить слегка когда она вкусная будет лук готов лук нарезала морковку нашинковала сейчас пожарим и нужно еще вот салат сделать огурцы помидоры такой авокадо все переворачиваем жарится наша рыбка а сковородка закрутилась вкуснятина будет вкуснятина будет тоже готовые кусочки душа еще так нет вот 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 я Я их вот так выкладываю, а потом буду жарить отдельно лук с морковкой. И потом засыпаю морковкой с луком. Я надеюсь, что сегодня вечером этот кокос мы будем резать. Уже три недели у нас лежит. Я его купила, он был белый, сейчас уже стал коричневеть. Жарится морковка с луком и чесночок. Наконец-то это. Чтобы тебя слышно было. Чтобы меня слышно. Когда морковка с луком более-менее потушена, И вот чесночок уже в принципе готов. В принципе я его уже могу туда отправлять. Так, теперь я завариваю этот. Кипячу воду, завариваю лавровый лист туда на пару минуток. А потом в этот лавровый лист я уже добавляю томатную пасту. Потому что сейчас все туда буду заливать. Так ты всю банку туда выложил? Да. Вообще-то баночка небольшая, маленькая. Сейчас мы его вот сюда вот и. Так, 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 так. Не знаю почему. Водички может налить. Само собой. У меня же водичка с лавровым листом готовится. В детстве я очень сильно не любил эту рыбу с этой, с морковкой и с луком. Мне нравилась просто рыба. Вот эта сама морковка с луком меня всегда. И лук вообще жарен меня бесил до поры до времени. А вот сейчас... Сейчас полюбил, да? Сейчас полюбил. Ехо, бяка-ка-бяка. Сейчас будет вкуснятина. Да, должна получиться вкуснятина. Так-с. И теперь вот перемешаем. Ровный лист с водичкой, чеснок, морковка, лук. Сейчас уже как будет готово, я засыплю перцем черным. Сыпучий перец черный надо очень, не очень, а много, чем обыкновенное блюдо. Потому что он дает свой цену для жареной рыбы. Черный перец, морковка в томате с луком, чесноком. Вау! Эта схема. Вкуснятина. Все, готово. Я думаю, что готово. Вот примерно вот такая консистенция у меня обычно. Вот она уже потушилась. Морковка, лук. Какая-то морковная каша получилась. Вот это вот это цинус. Где тыквенная каша. Потом, раньше я делал, у нас такая есть стеклянная рыба большая. Я вот так укладывал кусочки и потом полностью ее заливал. Получалась рыба такая. А теперь вот мы делаем просто вот так вот отдельные кусочки. Берешь и кушаешь. Каждый индивидуально обернут морковкой. Интерстинг. Вот у нас тут целый подиум получился. Еще бы. Никита хочет кушать морковочку. Где рыба? Сын младший очень любит с рыбой. Мы для него стараемся. Четыре тарелки больших получилось. Женя тоже для сердца рыбу есть. Для нее стараемся. Ну а я так за компанию. А ты так уже для всех стараешься, да? Я просто поеду, поймаю. Повезу, пожарю. Вот наш символ кухни. Вилка, ложка, нож. Вилка, ножка. Вау. Это что-то. Я еще даю настояться. Вот. Десять. Получается вкуснятина. У нас тут получился как этот шведский стол. Подходи и бери каждый. Не говори. На рыбу. На рыбу. На рыбу. Теперь целую неделю будем кушать. У нас будет рыбья неделя, да? Нет. Почему? Я так вот через день обычно кусочек люблю. Чик, взял его. Ну так и получится на неделю. Через день. Вот. Я не люблю ее греть. Она потом когда остынет, холодная. Она еще и вкусная. И получается, что у нас пару кусочков будет с голышом. Да? Как раз такой старший любит самовезет и всяких приправ. Остатки. Остатки сладкие. О, вкуснятинка. Рыбный день. Да, рыбный день. Среда раньше же была в Советском Союзе и рыбным днем. Да? Угу. А у нас сегодня... А у нас сегодня воскресенье, рыбный день. Окей. Может быть... Угу. Цитьевили с ним несколько минут. Угу. Какiedo отсюда.